ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы стоим перед лицом распятого на кресте Бога. ПЕСНЯ Для того, чтобы быть распятым, Бог стал человек. Он сам говорит своим ученикам, на этот час я и пришел. Он пришел для того, чтобы научить нас каким-нибудь заповедям, потому что все заповеди Он сказал до того, как стал человек. И слова о том, что мы должны любить Бога всем сердцем своим, всей крепостью своей, и что мы должны любить ближнего, как самого себя, эти слова люди знали давно. У них не было сил исполнить эти слова. Порой не было даже мотивов, а не только сил. И Христос не учит нас новым заповедям. Он приходит для того, чтобы умереть. Бог становится человеком, потому что это единственный способ принять смерть. Но не только в этом смысл висящего перед нами человека. Это древо жизни. Это то древо, которое должно было бы нас погубить, да и губило немало людей. А теперь это древо нас спасает. Некогда, очень давно, человек не послушался своего Бога. Ему было запрещено есть плоды с дерева, посаженного Богом. А человек не послушался Бога. Не явил ему послушание, которое есть производное любви. И этим показал, что Бога он не любит, потому что любовь есть послушание. И Адам простер руку дерзновенно и сорвал плод, чтобы исполнить свою прихоть, а не волю Бога. Именно это убило его, как убило всех рожденных от него. Человек вкусил плод непослушания и умер, потому что вся тайна вечной жизни и тайна спасения в том, чтобы слушаться Бога. Не Бога, как власть, и не Бога, как силы, а Бога, как жизнь. Как можно не слушаться жизни? Если ты не послушался жизни, ты, естественно, вкушаешь смерть. Жизнь хочет, чтобы все жило. Для этого надо послушаться ее и жить. Адам не послушался и умер, убив всех своих потомков, рожденных от него. И вот, чтобы исправить дело Адама, исправить грех Адама, Бог сам становится человеком для того, чтобы как человек явить послушание своему Отцу. Он идет так, как велит Отец, живет так, как велик Отец, и умирает так, как велит Отец. И колеблется перед этим страшным решением, но остается послушным своему Отцу даже тогда, когда Отец оставляет его на кресте. Даже тогда, совершенно оставленный своим Отцом, Он сохраняет ему верность, чтобы навсегда исцелить непослушание человека. И вот мы стоим перед Крестом и видим здесь человека, явившего послушание своему Отцу. И Христос говорит нам с Креста. Дети мои, ученики мои, люди мои, пойдем со мной. Нет другого пути, который мог бы вас спасти. Послушайтесь меня. Послушайтесь и будете жить вечно. Примите волю Бога, ибо она есть жизнь. Не бойтесь. Какие бы страдания и скорби вас не встретили, я их уже прошел. Это не значит, что для нас Он является образцом. Это значит, что в каждой скорби, которую мы встречаем, мы встречаем там Христа. Мы встречаем там Бога. Это безусловно и абсолютно. Только для того, чтобы встретить скорби, любовь моего Бога, надо о нем вспомнить. Какая бы скорбь ни свалилась, смерть близкого человека, безденежья, болезни, нищета, увольнения с работы, какие-то гонения, неприязни близких, все это Он претерпел. даже предательства своих и немощь своих учеников. И поэтому стоит нам только вспомнить в этой свалившейся на нас скорби Христос это вынес. Я верю, что Он это вынес ради меня. И тут же то же самое обстоятельство, которое разрушало наше тело и наша душу становится животворящим. Мы обретаем в нем мир и любовь своего Бога. Мы слышим Его голос, мы пьем Его утешение. Он исцеляет наши раны. Поэтому и смерть, и гроб, и крест Церковь называет животворящим. И именно поэтому чудное дело наши предки. Они ведь ничего не читали. Они ничего не слышали. Долгие столетия они жили без проповеди. Они не слышали слов о Писании. Они не умели его читать. А через какое-то время потеряли даже возможность понимать его. Еще в начале 20 века 80% населения были просто безграмотны. А на русский язык Писание приведено только в конце 19 века. А люди были не только верующие. Они засвидетельствовали, что Христос есть в их жизни. Как же так? Они же не читали, не понимали, не умели, не знали Иисусовой молитвы. Они не читали Игнатия Бринчанинова. У них не было добротолюбия. У них вообще не было святых отцов. А будь они, они бы не могли их прочитать, потому что читать не умели. Но они были святыми, сохранили веру до конца своей жизни и ушли к Богу. Почему? Потому что они поняли главное. Здесь на кресте висит Бог. И если я буду терпеть до конца с верой в Него, Он всегда будет рядом со мной. Простая фраза, простой образ, простое богословие, дошедшее до нас в пословице «Бог терпел и нам велел». Смешно, но это слово животворило человека, потому что оно передавало главную суть христианства. Надо с верой во Христа терпеть. И Бог будет со мной всегда. Поэтому терпели и не бунтовали, умирали, но стояли, выносили невыносимые, воскрешали, вставали и шли, преодолели и одну беду, и вторую, и третью, и мор, и монголов, и разруху. Все преодолели. И плохих царей, и плохих вельмов, и глупость, и дурь, и голод, и холод, и врагов, и плен, и поляков, и турок. Всех преодолели, потому что поняли, главное, нужно терпеть с верой во Христа. И накладывая на себя крестное знамение, шли пахать бесплодную землю, шли рожать очередной раз после семи умерших детей, шли на войну против превосходящих сил врага, штурмовали то, что штурмовать нельзя, защищали то, что защитить невозможно. Простая русская христианская вера, которая построила великое государство, большую страну, могучую культуру, и сделала великим наш народ. Только это понимание значения креста Господа нашего Иисуса Христа. И если мы увидим, поймем, примем это как завет наших отцов, если мы увидим в распятом Боге и в распятом человеке образ для собственной жизни, и будем терпеть и делать то, что велит Бог, веруя, что Бог пока мы терпим с верой в Него всегда с нами и залечит нашу душу и тело и поможет идти дальше, мы все преодолели, мы все победим и пойдем в обещанное нам Царство Божие. Аминь. Редактор субтитров Корректор субтитров